итак первый российский автозавод оказался под зарубежными санкциями это камаз главной стране производитель тяжелых грузовиков тут для полного понимания происходящего нужно обязательно подчеркнуть что нынешний пакет санкций направлен на замедление развития нашей страны как это было санкционными ограничениями прошлых лет а на полное разрушение ее экономики поэтому за рубежом эти санкции еще называют адскими причем чьи бы победы в какие бы сроки не закончилась эта война санкции за исключением может быть самых незначительных или самых невыгодных для их организаторов никуда не денутся еще много и много лет эти санкции затронули как различные государственные структуры так и конкретные компании камаз оказался в функционном списке среди нескольких десятков других российских предприятий например в этом списке есть концерн калашников тульский оружейный завод компания высокоточные комплексы концерн алмаз антей миг сухой и еще ряд предприятий связанных с оборонным комплексом почему камаз включили в их число я вижу три главных причины во первых почти половина акций камаза принадлежит растеху а растех одна из главных целей санкционной атаки во вторых как бы камаз не старался дистанцироваться от армейских поставок которые в последние годы шли через компанию рим дизель но серийные армейские грузовики все равно производится от этого никуда не деться но это де-факто а де юре камаз не армейский поставщик и до определенного момента такое у статус без возражений принимался многочисленными европейскими и американскими деловыми партнерами наконец в третьих последние годы камский автозавод провел просто титаническую работу по модернизации производства и обновлению модельного ряда в том числе успешно выйдя в два очень доходных рыночных сегментов сегмент магистральных грузовиков и десятилетиями правила бал европейская большая семерка и сегмент очень дорогих а потому очень выгодных майнинговых самосвалов таким образом камаз на глазах из угасающего производителя устаревших моделей превратился в современного амбициозного а потому опасного конкурента с огромной рыночной долей на домашнем рынке который он прекратил сокращать и начал уверенно наращивать теперь посмотрим насколько силен обрушенный на камаз санкционный удар соответствующий документ подразумевает цитирую категорический запрет прямо или косвенно покупать продавать предоставлять инвестиционные услуги или помощь в выпуске или иных операций с обращающимися ценными бумагами и инструментами денежного рынка то есть в принципе санкции напрямую не запрещают скажем поставлять комплектующие или покупать продукцию попавших под них предприятия но не все так просто во первых финансы это кровь экономики большинство закупок в интересах производства совершается путем кредитования которое по крайней мере на свободном рынке капиталов камаза теперь будет получить затруднительно во вторых не будем забывать и о других санкциях последних дней включая американские которые сделали фактически невозможным финансирование легальных экспорта импортных операций российских компаний а также ограничение по экспорту в нашу страну целого ряда стратегически важной продукции в числе которой электроника а точнее микропроцессоры производства которых внутри страны отсутствует от слова совсем по большому счету в подобных обстоятельствах уже несколько лет действует и даже находят возможности развиваться предприятия российского опека но они выпускают продукцию малой серии обеспечить которую сенсационными комплектующими в современных условиях не составляет большого труда просто это стоит в несколько раз дороже камаз же крупносерийный производитель в идеале не предусматривающее снабжение по серым схемам более того все последние годы камаз целенаправленно интегрировался в систему глобальных поставок сотрудничество с зарубежными партнерами у него на сегодняшний день многовекторно и многогранно в своем январском интервью генеральный директор камаза сергей кагугин констатировал что камский автозавод теперь встроен в мировой автопром а потому импортозамещать определенную долю комплектующих экономически нецелесообразно от себя же добавлю учитывая технический уровень автомобилей нового поколения еще и технологически невозможно еще важный нюанс на момент подготовки этого ролика санкции еще не вступили в силу срок их действия начнется с 12 апреля это сделано для того чтобы зарубежные партнеры попавших под санкции российских компаний успели в правовом поле и с минимальными для себя финансовыми потерями оформить разрыв отношений на законных основаниях реализовав или расторгнув уже имеющиеся контракты в случае с камским автозаводом резко придется что называется по живому смотрите сегодня 15 процентов акций камаза принадлежит немецком концерне даммер у них набережных челнах действуют совместные предприятия по изготовлению каркасов кабин новейшего поколения к 5 кроме того даммер поставляет камазу компоненты кабины и двигатели для грузовиков поколения к 4 камские автомобили обоих современных поколений к 4 и к 5 комплектуются ведущими мостами дамбер кроме того при участии камаза созданы и вовсе функционируют совместные предприятия каменскама cf-кама их мербремзы кама которые выпускают соответственно двигатели коробки передач и тормозные системы но это только верхушка айсберга на самом деле импортная составляющая присутствует во многих комплектующих казалось бы чисто российского производства например для новейшей кабины к 5 которые действительно локализованы в россии внешние панели штампует работающий под елабугой турецкий завод поддержит турки санкции баз и у камаза еще одна проблема и ведь это не единственный такой пример хорошо еще что завод почти завершил всеобъемлющую модернизацию производства больше похожую на технологическую революцию в результате которой он получил свое распоряжение уже запущенные в серию семейства автомобилей поколения к 5 и абсолютно новый дизель 900 семейства известны также под названием тибет но это новое поколение грузовиков сильно насыщена зарубежными комплектующими материалами и системами это же кстати можно сказать и про вышеупомянутый новый движок который хотя локализовали не до конца примерно на 80 процентов потому что задача полной локализации изначально и не ставилась это просто считалось экономически нецелесообразно у нового камского магистральника в конструкции аж 57 микропроцессоров против всего шести у машин старого модельного ряда откуда их теперь брать а что делать установлен на к 5 мерседесовским ведущим мостом а что делать с коробкой передач zf это кстати не та механическая коробка zf которую с довольно высокой локализацией производит совместное предприятие cfkama а чисто импортное автоматизирование zf траксон своем обращении а 28 февраля сергей кагогин говорит что завод справится с обрушившими на него трудностями и что план действий уже согласован с российским правительством но в данном случае одной поддержки правительству мало тут должна быть системная поддержка эдакий антикризисный пакт заключенный между правительством и промышленными предприятиями что нужно сделать на глобальном уровне чтобы облегчить участь не только камаза но и машин строительной отрасли в целом на которую в первую очередь и нацелен санкционный удар на мой взгляд если вкратце необходимо следующее во первых поскольку внешний рынок для российских производств по сути закрыт а внутренне и минуем и сильно просядет то первостепенные задачи любые способами подстегнуть товарооборот на внутреннем рынке то есть российской продукции на внутреннем рынке должен быть обеспечен безусловный и абсолютный приоритет инструмента для этого имеется нужна только воля чтобы ими воспользоваться во вторых необходимо как можно быстрее создать мощный государственный финансовый фонд для прямых инвестиций в любые машиностроительные проекты которые обеспечат или создание и освоение нового массового продукта или локализации уже выпускаемого в течение скажем 1-2 лет в третьих необходимо отказаться от части сертификационных требований к автомобилям которые выпускаются стране то есть следует на законных основания предоставить производителям возможность выбросить язык конструкции хотя бы части с тем требующих использования электроники или сложной зарубежной аппаратуры это снизит их стоимость и упростит производство например нужно убрать сложные системы из управления двигателем для чего необходимо вернуться к менее жестким экологическим стандартам скажем к евро-2 для грузовиков и евро-3 для легковых автомобилей естественно временно пока электроника снова не станет доступной четвертых на время действия санкций стране необходимо отказаться от навязываемой извне глобальной электрификации транспорта по крайней мере проводимый за счет государства потому что все эти электробусы страшно дороги очень затраты а все комплектующих силового привода выпускается исключительно за рубежом развивать же напротив следует газовый транспорт для него у нас стране выпускается вся компонентная база включая газовые двигатели и топливное оборудование да и сам газ добывается не где-нибудь а в россии и последнее пятое чтобы поддержать внутренний спрос следует напрямую компенсировать приобретение отечественной техники к примеру аналогичным по сумме вычетом из налогов покупателя а предприятие выпускающее гражданскую технику стоит вообще освободить от налогов за исключением может быть налогов местный бюджет это что называется самые лежащие на поверхности если кто-то способен предложить что-то еще отлично пишите в комментариях а камазу выдержки решимости здравых решений и поддержки со стороны правительства не на словах а в делах а